Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-та-та-та-та! И так далее. Всем привет-привет! Всем зимний уже привет предновогодний! Итак, я иду к своему волшебному сундучку, которым у меня является мой морозильный ларь, и достаю оттуда ребрышки, которые я буду сегодня готовить. А вам привет вот от такого чудесного снеговичка. Ну вот, принесла из морозильного ларя заготовленные впрок ребрышки. Очень они мне сейчас пригодились. Как раз не надо идти в магазин, можно достать в ларе и приготовить. Что хочу сказать. Хорошо подписывать то, что вы выкладываете в морозильный ларь. Потому что я вытащила кусочек мяса, думала, что это ребрышки, а оказалось, что это шея. Хорошо вовремя увидела и все у меня подписано. Нырнула назад в морозильный ларе и нашла там ребра. То есть вот если бы не было подписано, то даже не знаю, пришлось бы как-то размораживать, менять на ходу, ну не то что меню, а свои планы делать как-то по-другому. В общем, лучше подписывать. Первое блюдо из ребрышек. Я их просто зажариваю без масла. Хорошенько обжариваю с двух сторон, пока не солим. Сейчас добавлю лук. Посолю и закрою такой вот кеточкой. Будет там дальше жариться. И вот получилось такое красивое блюдо. Как шашлык, муж сказал. Да? Да, очень вкусно. Ну а это я готовлю свое любимое блюдо. Одно из своих любимых блюд. Это ребрышки в духовке, в соусе из горчицы, меда и соевого соуса. Вот у меня такой соевый соус. Горчицу берем любую. Нам дорогая здесь горчица не нужна. Можно даже остатки горчицы использовать. Это у меня мед. Вот это у меня мед. Сейчас я буду готовить. Значит, готовить я буду в новой емкости. Я вот приобрела вот такую вот замечательную беленькую емкость для духовки. Вот она какая красивая. Это в магазине Магнит на фишке. Стоила она всего лишь 100 рублей. Вот все удовольствие. 100 рублей. Сейчас в ней буду готовить. Но сначала сделаем соус. В миске у меня столовая ложка меда, столовая ложка горчицы и соевый соус. Больше, чем столовая ложка. В общем-то, советую делать вам все на глаз, на свой вкус. Потому что кто-то любит послаще такие блюда, кто-то любит поострее. Я люблю острые, поэтому кладу горчицы побольше, чем меда. И добавлю сейчас еще горчицы. Дальше мы поперчим и будем обмазывать ребрышки в этом прекрасном вкусном соусе. Вот такой соус у меня получился. Вот такой консистенции. Но я еще все равно солю ребрышки. Несмотря на то, что использую соевый соус. Я люблю острое. И муж у меня любит острое. И достаточно такой терпкой все. Теперь я буду брать ребрышко. Просто обваливать его в этой вкусноте. И выкладывать на блюдо. Вот так. Сейчас здесь уложу целый рядок. Ребрышки выложила в форму. Приготовленного количества соуса мне хватило. Достаточно было. Сверху поперчила. Чуть-чуть еще подсолила. И приготовила картофель. Я его буду запекать в СВЧ-печке. Мне очень нравится такой картофель. Со сливочным маслом. Очень вкусно. Вкуснее, чем на костре. Мясо ставлю в холодную духовку. Потому что я боюсь керамическую посуду ставить в горячую. Ну, может быть и можно. Скорее всего можно. Но я во избежание неприятностей поставлю в холодную. Готовим мясо. Доводим его до кондиции. Каждая хозяйка знает, когда мясо приготовится. Вот какая красота получилась. Но еще не до конца. Я хочу перевернуть их на другую сторону. Чтобы они зарумянились еще и с другой стороны. Потому что мясо еще недостаточно мягкое. Ну и вот завершающий штрих. Мясо готово. Вернее, это ребрышки готовы. Картошечка готова. Смотрите, какая она мягенькая. Вся мягенькая. Не хочу сейчас пока ее разламывать. Вот мягкая она. Вкусная. Со сливочным маслом самое оно. И ничего сюда больше не хочется добавлять. Ни огурцов, ни помидор, ни какой-то зелени. Хотя правильнее мясо есть с зеленью, с овощами, не с картошкой. Но мы любим с картошкой. Именно такой ужин. Как мы его в семье называем. Ужин охотника. Очень вкусно. Советую вам приготовить. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья и счастья. Субтитры сделал DimaTorzok